Девушки отдыхают Идите в болото и найдите там Тимуя Она заключила сделку с болотной силой и обрела долгую жизнь Она может знать, как убить Элиаса Мы с Нейреллой начнем искать ее А Донан? Он занят Камнем Души Это тяжелая ноша для одного человека Надо предложить ему помощь Нет Я займусь Камнем Души Лорат как-нибудь справится сам На северо-востоке отсюда Стоит крепость Закарумитов В ней дух ненависти особенно силен Может, там у нас получится Подготовить Камень Души Для Лилит Мне бы пригодилась твоя помощь Чувствуешь? Печать Мефисто повсюду Его дикая ненависть Это-то нам и нужно, чтобы настроить Камень Души Подготовить его для Лилит А теперь ты проберешься внутрь И поднимешь решетку Я уже не молод для такого Наконец-то ты вернулась Скорее У меня тут мурашки по коже бегают Слышишь? Странно В Хавизаре развиводятся волки Здесь как будто еще хуже Ну, мы пришли Я уже все позабыл Что бы тут ни было Ненависть сильна здесь Можно настроить Камень Души Креатион, Тан, Днис, Берри, Дастон и Клуман Что опять не так? Ну, боже Давай Старый глупец Что тут не так? Почему? Все еще хуже, чем я думал Наверное, сломалось, когда Йорин Астарот Знаешь, как это починить? Нужны редкие вещества Для начала ртуть И Алхимический набор Неподалеку есть деревня Посмотрим, есть ли у них то, что нам нужно Встретимся там Повторю Что бы тебе тут не понадобилось У нас этого нет В городе, похоже, нет ничего полезного Мы не город, а деревня Посреди болота Тут точно что-то есть Чувствую магию в этом болоте А где магия Там и те, кто ею владеет Если ищешь ведьму, ступай к башне Огонь горит, она дома Похоже, нам предстоит встретиться с болотной ведьмой Будь начеку Таиса Так это ты, ведьма из башни Харадри Я думала, ты отправился в крепость Верно Что ж Зачем мне вам помогать? Все мы хотим одного и того Тоже смерти Элиаса Это верно Но чинить камень души Значит связываться с Лилит А это уже не про меня Все, что мне нужно Это алхимические приборы и ртуть Хм Такими просьбами дело обычно не ограничивается Да ты и сам знаешь Но Вы помогли мне пережить призыв Андериэль Мои инструменты Ваши Но за ртутью вам придется сходить к Вальте Найдите ее И она даст вам все, что нужно Что за манера Шариться по чужим домам Таиса Не знала Что посылает тебя на смерть В конце концов Она поймет Как глупо было гоняться за Элиасом И что только Лилит Спасет нас Как Ах ты Лей очищенную ртуть В ту чашу На столе И как там моя сестра Для Вальты важнее Лилит Чем ваша дружба Элиас Убедил ее примкнуть к нему Не может быть Она бы ни за что не поверила Элиасу Ее собратил не Элиас А Лилит Она поверила в ее Идеалы Вальта обучала меня Наставляла с самого начала службы Это Убить жара Поверни колесо Дважды Никого не обманула Попробуй еще разок Подлей ее в горшок Нет Не сработало Поговорим снаружи Он не справится И что мы можем сделать? Полагаю Он сам себе больше не доверяет Мы не избавим его от сомнений Но горе от гибели сына Тут можно помочь Хотя ему это не понравится Почему ты ему помогаешь? Могла бы попросту бросить нас? Хочу напомнить ему Одолеть опасность может кто угодно Надо лишь попытаться Эй, Харадрим Подойди Что? Зачем? Отведу тебя кое-куда В место, где дремлет древние силы болот Думаю, она тебе поможет Свет Чувствуешь? Магия болота здесь сильнее Вальта приводила меня сюда Когда я была моложе Здесь ты встретишь своих демонов Будь то страх Или скорбь Кто такая? Нет С меня довольна А что ты будешь делать? На болоте ничто не дается даром, Харадрим Даже твоя магия Все, к чему ты привык Тут не работает Я Где твоя любовь к приключениям? Неужели с годами пропала? Иди и принеси дар болоту Кольцо или ожерелье Что-то, что тебе дорого А наш друг пока соберет кое-что Гной личинки И желтый лотос Харадрим устал ждать Положи дар болота в горшок И завари чай Я думаю, это пустая трата времени Твоего и моего Видишь, жаровни? Зажги их все Тогда будем пить чай И ждать Дальше Минуты Когда болото вытянет из твоей души Все, что ее отравляет Как яд из раны Субтитры делал DimaTorzok О нет Они идут Папа Обещаю Не волнуйся Отец Йорин Сын мой Как Как это возможно? Сын мой Прошу Прошу, вернись ко мне Вернись Я тебя отпустил Надо было сказать мне Чтобы ты остался со мной Вольтфейме Почему ты меня отпустил? Я не знаю Я Я взглянул на тебя Ты был готов Ты должен был идти Да И теперь должен Постой Ты Только Отец Я готов Что? Что вот именно сейчас Этому гаду нужно Обнижать Только взгляни на них Так поглощены Своими эмоциями Что забыли о том Что действительно важно Настоящая угроза Это Лилит А не Элиас Я знаю Почему ты так ее боишься Моя зуба связана с твоей Если Лилит поглотит меня Санктуарий обречен Но У тебя еще есть шанс Ее остановить Давай я открою портал Прочь из этого болота С Элиасом пусть разбираются Харадрины Этот грех на их совести А мы с тобой можем Объединить силы Чтобы остановить Лилит У меня только одни союзы Мои друзья Верни меня Час расплаты придет И тогда ты поймешь Кто твои настоящие друзья Воспользуйся порталом Он вернет тебя к союзникам Если Лилит достигнет цели Тебе останется видеть Только себя Я бы не слишком полагался на Инария Если это тот О ком я думаю Этот ангел был у меня в плену Я видел Каков он на самом деле Они с Лилит Похоже Гораздо больше Чем ты думаешь Когда этот ангел Стал моим пленником Его уже переполняла ненависть Я всего лишь направил его гнев Инарии сохранил его Бежав в ваш мир Еще не знаю Он часами бродил вокруг Пока чай не выдохся Долгий путь по болотам Плодотворнее короткого Похоже Твой путь был еще дольше Сразилась со своими демонами Как Харадрим Да Надеюсь Больше не придется Начинаем Помешай Не ртуть в горшке И огонь Два оборота колеса Ни больше Ни меньше Безерву Только осторожно Молот Сера Тише Назад Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все готово. Нельзя медлить. Да. У нас дело в крепости Закарума. Закончим с ним. Еще одна пара глаз. Наконец-то. Мы ищем Тиму, но пока без результата. К старушке Тимуя обращаются два типа людей. Те, кто бежит от проблем, и те, кто их ищет. К какому типу относишься ты? Никогда о нем не слышала. Нам кажется, что Элиас заключил сделку, чтобы стать бессмертным. Таиса сказала, ты нам поможешь. Таиса? Только она могла хладнокровно отправить ребенка на убой. Мы умирать не собираемся. Кому-то придется. Так всегда все заканчивается. Возвращайтесь, откуда пришли. Я не буду причастна к смерти ребенка. Я видела, как Лилит свела мою мать с ума. Довела ее до смерти. Жалите. Ладно. Элиас мог заключить сделку только шепчущим древом. Попасть к нему можно разными путями. Ближайший начинается в Ингаване. Там, в храме, вы найдете священные благовония. С них и начнется ваш путь к древу. На двери изображена змея. У нее нет глаз. Должно быть, надо вернуть их на место, когда дверь откроется. Голупые крестьяне. Не прислушались к нам, когда мы потребовали камни, открывающие храм. Вот и умерли. Что ж, так случается. Но я не забуду их предостережение. Четверо из нас мертвы, и я следующий. Компорт. Я не забуду их. Компорт. Я не забуду их. Я не забуду их. Я не забуду их. Другой. Кажется, оно. Нашла благовония. Отлично, я их сберегу. Пока тебя не было, Тимуэ к нам прониклась. То есть, к Кларату. Кто знал, что он так ладит с дамами постарше? Найрелла. Она рассказала, что неподалеку есть алтарь. Для него ты нужны благовония. Но почему Тиреэль думал, что Харадримы все решат? Мы не должны были ничего решать. Мы... Миру нужны были защитники. Благовония укажут нам путь к древу. Ну, что за путь, я не знаю. А вот я могу сказать, что сомневаться уже поздно. Проклятие, должно быть, учуяли нас. Как будешь готова, воскури благовония. Что дальше? Ждём, пока не увидим путь. Черт. Беговония frase. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, давай. Проснись. Ох, сработало. Как долго мы были без сознания? Не знаю, но я что-то вижу. Ох, какое потрясающее создание. Я вижу себя в его чешуе. Я иду по ней, словно по болотной тропе. Змей. И есть эта тропа. Змей? О чем это ты? Ты его не видишь? Нет. Только облако дыма. Будь я проклят. Теперь я вижу змею. Что видно на его чешуе? Оленям застянутся ловушкой. Ты чувствуешь? Болото наблюдает. Говорит с нами. Благовония дурманят нам головы. Простые иллюзии. Он слышит нас. Как и ты, странница. Старик хранит немало секретов. Как и воришка Элиас. Одного полиэта. Может, он нам и нужен? Я больше не вижу змея. Но я слышу, как он зовет. Он впереди. Вот он. В этот раз прохода нет. Но оно ранено. Или... Хочет, чтобы мы его ранили. Отлично подмечено. Ну что, кто пнет эту тварь и проверит жива? Ну, вы посмотрите, какой он жестокий и беспечный. Сколько жестоких харадримов висит на наших ветвях? Маловато. А вот и проход. Помоги убрать мертвые стволы. Путь снова перекрыт. Будьте начеку. Многие приходят за ответами. А находят смерть. Умрешь ли и ты, как эти души, с вопросом на устах? Хватит замолкните. Вы не настоящие. Старый пьянчуга судит. Кто настоящий, а кто нет. Мы настоящие. Как и закон болота. Чтобы узнать ответы, надо заплатить цену, голову, сознание. Нет. Сперва они послужат другой цель. Я знаю, ты слышал голоса. Кто это был? Не знаю. Тут ничему нельзя верить. Но надо идти дальше. Это оно? Шепчущее древо. Зачем вы здесь? Зачем вы здесь? Мы ищем человека по имени Элиос. 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 Скажите нам, что он узнал. Если мы его остановим, древо сможет взыскать долг. Он хотел узнать, как вызвать Лилит. Но по пути остановился вместе, скрытым от взора древа. Скрытым от взора древа. Может, его стойкость оттуда. Я сбился со счета, сколько раз мы его убили. Так вот почему Таиса не смогла получить его голову. Как добраться до места, где побывал Элиос? Ищите гроб среди обломков. Он приведет вас куда нужно. Узнайте тайны, неведомые древу. Много разбитых кораблей лежит на восточном берегу. Мы пойдем первыми. Встретимся на месте. Урочество Ротно говорилось о змее, так? Если Элиос это знал, то наверняка пытался его найти. Он рассказывал о своих планах? Нет. К тому моменту он уже не был моим учеником. Что произошло? Услышав пророчество Ратмы, Элиос лишился покоя. Он ни о чем другом не мог думать. Пророчества – это загадки. Даже мудрецы не понимают их до конца. Но Элиос считал, что во всем разберется. А когда я велел ему не спешить, он назвал меня глупцом и сказал, что мы должны… Ты попытался его остановить? Пытался и потерпел неудачу. Теперь все будет иначе. Давайте искать клятый гром. Видите что-нибудь? Кажется, за этими кораблями что-то есть. Я тоже вижу. Надо пробраться туда через обломки. Проклятье, о чем я только думал. Нейрелла. Что? Дело плохо. Проклятье. Рука! Ты заражена. Дальше пойдем. Надо спешить. Я должен удалить эту заразу. О чем ты? Лора, ты уверен? Она умирает. Подержи. У нас нет выбора. Держи ее. Нет! Теперь отдохни. Ты будешь харадримом, дитя. Я не подведу тебя. Близко. Ты уже близко. Тут грань, за которой мы слим. Граница наших знаний. Ты же видишь путь. Не сожжись с этой колонели. Твоя постель будет еще холоднее, будник. Я need this. Держи, твои тетики. Ты иди! Нет, ты не будешь забурять. Джинна 조이야? Моих матерь и его долг. Вот я и пришел к твоему храму, Ратма. Знаю, что найду внутри все ответы. Тут еще чувствуется дух Элиас. Каждый манускрипт, свиток, книга в этом храме хранят один и тот же ответ. Единственной, кто хотела остановить вечное противостояние и владык, была Лилит. Вот самонадеянный подонок. Скорее бы покончить с ним. Когда мать Санктуария вернется в свой мир, он изменится. Но мы останемся. Мы выживем. Ратма пишет. Когда Энари обнаружил, что Лилит собирается прервать заведенный порядок, он сразу ее запечатал. Тысячи лет Лилит пыталась освободить нас из этого цикла. Сражалась, чтобы мы обрели свое по праву рождения. Лилит, мать Санктуария. Она дала нам мощь. Ее заточили, чтобы лишить нас силы. Дочь ненависти. Нет. Ничего хорошего в ней нет. Но мораль. Это привилегия тех, у кого есть шанс на жизнь. Сейчас нам нет дилеммы добра и зла. Что она сделает с нами, если я ее призову? Этот вопрос не дает мне покоя. Поможет ли она нам, когда я призову ее? Я должен быть готов ко всему. Здесь Ратма хранил секрет вечной жизни. Когда я его узнаю, я, наконец, приведу Матерь домой. Палец Элис. Он привязал свою жизнь к частице своего тела. Дрон. Я нашел тебя в гробу с оторванным пальцем в руках. Что произошло? Точно не знаю. Храм начал тонуть. Я думала, что утону с ним. Храм? Значит, гроб это проход. Что там с бессмертием Элиаса? Он спрятал свою жизнь в частице своего тела. Так сожги ее. Еще спит, но лихорадка уже отступила. Думаю, она поправится. А вот что ее ждет потом, увидим. Хорошо. Давайте с этим уже покончим. Вернее, ей покончусь тем, что начали. Никто больше не пострадает из-за моих ошибок. Нет. Нет. Это был не сон, рука, а ее... Правды нет. Ты справишься. Ты собираешься меня оставить, так? Только найдешь место, где обо мне позаботиться. Хочешь остаться здесь? Нет. Я просто... Не хочу быть обузой. Тогда мы тебя не бросим. Я никогда об этом не думал. Довольно отдыхать. Время на исходы. Отправляйся к Донану. А потом встретимся в крепости Закарума. Да. Я думаю, что готов. По крайней мере, готов к настройке Камня Души. Что касается дальнейшего, победить Лилит, затащить ее в камни. Мы знаем, чем такое заканчивается. Я должен верить, что теперь все зависит только от нас. Не от пророчеств, Гинария или кого-то еще. Итак, Лорат. Мы нанесем сюда шесть печатей Дендеса. А потом... Повторим вторую и четвертую наоборот. Ха-ха. Рада, что вы пришли к согласию. Сосредоточьтесь. Начинаем. Креатион дан низ беридис том и клумун. Вон там. Чувствуешь? Что такое ведьма? Кто-то идет. Это Элиас. Он здесь. Мы должны. Лорат, я смею ходить. Да я сама его убью. Дерево хочет, чтобы ты расплатился за все. Я требую того же. Твою дерьмо. Сколько раз надо повторять, пока ты не запомнишь. Тебе не отнять у меня жизнь. Я побывала в самых потайных глубинах затонувшего храма. ты ничего от меня не скроешь. Ты ничего от меня не скроешь. Харадрим, мы были готовы заканчивать без тебя. Он еще жив? Он еще жив? Где он? Там, где кончится кровавый след. Сюда. Таиса, мне нужно поговорить с ним. Давай, Харадрим. Лорат. О, Элиас. Оно того стоило? Скажи. Я привел Лилит в санктуарий. А это считалось невозможным. Когда силы преисподней ворвутся в этот мир, я должен быть рядом с Лилит. Готовый на тем бой. Ты оставил меня, чтобы я совершил то, что не посмел бы ты сам. И чего ты добился? Твоя жизнь прошла в пустую. Тебе не нужно меня прощать. Ведь мы здесь. Из-за тебя. Оно того стоило. Только трус мог это спросить. Такой, как ты. Элиас и Зароноха. Ох, не надо. По доброй воле ты дал клятву шепчущему древу. Я заслуживаю лучшего. Древо не забывает клятв и не прощает древу. Довольно противится. Девочка. Девочка. Эли. П absolвила. Родина. Угу. ветер доносит смех голова элиаса качается на шепчущем древе и твой камень души настроен здесь я тебя покину покинешь мы идем к лилит я рассчитывал что ты пойдешь с нами я все понимаю это ваша забота у меня своих хватает что ж когда до встречи и спасибо за чай прощай дона она назвала меня по имени город не поверит а где он последний раз мы виделись когда когда элиас при смерти обозвал его трус и что он понесся геройствовать решил один выйти против лилит элиас так и не сказал где ее найти но его голова на шепчущем древе она знает куда направляется лилит ларад мог спросить ему придется за это заплатить какую еще цену элиас заплатил ту же цену провести вечность на древе нет скорее к древу держи его лилит ускользала от нас безо всякого труда древа знала где ее искать взамен она попросила не так уж много платишь ему своей головой умрешь она будет болтаться рядом с остальными а что надо было разрешение спросить дело сделано забыли пока мы топчемся тут в грязи лилит скоро завладеет силой мефисто она нашла врата в преисподнюю и уже подносит ключ где брата брат под колдеем разумеется сопротивление будет не будет они ее обожают ослы это мы должны остановить ее и заточить в камне души любой ценой а если лилит уже прошла через врата мы отправимся за ней в преисподнюю я сделаю все что смогу чтобы мы достигли цели только мы вчетвером это ведь безумие не безумие дитя долг встретимся в тарсараке и начнем подготовку только бы не опоздать чудно это знать где ты окажешься после смерти зато хотя бы одной тайны меньше правильно ли я поступил я делал то что требовалось мы искали ответы и наконец получили лилит готовилась взять штурмом сами врата преисподнюю сделка со старотом радма и ключ все приближало ее к этому нам-то было невдомек что пока мы блуждали по болоту и нари и собор выступили против лилит их битва оставила бы от мира лишь выжженную пустыню и победитель не пощадил бы выживших нашим единственным шансом было добра отца до лилит раньше и наря но мы не могли предположить что произойдет